Анастасия Павлюченкова Вильямс в четвертьфинале Австралию на Open и покинула турнир. Матч длился 1 час 47 минут. Россиянка часто вела в счете, но лишняя нервозность и большое количество ошибок не позволили ей воспользоваться преимуществом. В итоге старшая сестер Уильямс смогла переломить ход встречи в свою пользу 6-4-7-6. Таким образом, в женском и мужском одиночных разрядах больше не осталось представителей России. Следующей соперницей американки будет ее соотечественница Коко Ван де Веге в своем четвертьфинале победивший испанку Горбинье Мугурусу. В рамках 16-го тура чемпионата России по волейболу в гости к Новокуйбышевской Нове приехал действующий чемпион Казанский «Зенит». Для Новы это самый неудобный соперник. За три предыдущие личные встречи новокуйбышевцы не взяли ни одной партии. Так вышло и на этот раз. Достойное сопротивление удалось оказать только в первом сете 23-25. Затем игроки Новы стали чаще ошибаться, чем воспользовался именитый соперник, в составе которого несколько олимпийских чемпионов Лондона 2012 года. Итоговый счет 0-3 в пользу «Зенита», который продолжает лидировать в чемпионате. Ново пока располагается на восьмом месте. Баскетболисты «Самары», вернувшиеся из сибирского турне, продолжают подготовку к серии домашних игр регулярного чемпионата Суперлиги. Сейчас «Самарцы» третий в турнирной таблице и отстают от лидеров из Новосибирска всего на одну победу. В течение недели БК «Самара» примет у себя на паркете. 27 января – Ревдинский темп Сумс у ГМК, а в следующий понедельник 30-го – Урал из Екатеринбурга. Игроки приглашают всех болельщиков поддержать их в этих непростых матчах. Начало игр в 19.00. Вход свободный. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин